Народ, всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы в индийском ресторане, не в кафешке, а в дорогом индийском ресторане, в крутом моле в Эмиратах. Будем делать наш мукбанг, пробовать разную еду, озвучим вам цены. Вот настоящий масала-чай. Так именно он должен выглядеть. Таким он был в Индии. В общем, все покажем, все расскажем. Ставьте лайк, покушайте перед этим видео. Поехали! А вот и ресторан Кориандр. Вот такие здесь вот ручьи прям бегут с неба. Вот он, индийский ресторан. Сейчас зайдем, покушаем, все вам покажем, все расскажем. Ставьте лайк, подписывайтесь. Начинаем наш мукбанг. Вот мы уже сели, нам принесли меню. Смотрите, мы снова в отдельной кабиночке сидим. И вот смотрите, какой вид отсюда. Просто бомбический, класс. Просто мы будем обедать сегодня с водопадом. Немножко выглянем. Покажем зал, потом я вам покажу попозже. Сейчас ознакомимся с меню. Так, начинаем открывать. Так, чикен вингс, 29. Самое дорогое блюдо, 42. Ой, боже мой, какие красивые картинки. У меня уже просто от этого, да, слюнки текут. Мы нагулялись по Бавадимолу. И теперь, и теперь мы будем выбирать. Лентил суп есть. Дальше все апперитизеры, как говорится. Сальмоны, тандури, чикен. Так, возвращаемся к супам. Все цены, как обычно, я озвучиваю. Салатики. От 30 до 27. Смотрите видео, где мы были в кафешечке. Конечно же, там цены дешевле. О, здесь грилл лобстер, 109 дирхам. Тандури, 94. Дальше и креветки есть. И снова лобстеры по 119. 52 что-то есть. Чикен. Тико масало. Ага, что-то острое. Дальше тандури, чикен. Здесь блюда 48-72 дирхам. Но это уже вот такие вот, уже полноценные блюда. Вот картиночки смотрим. Ох, боже мой, смотрим и облизываемся. Дальше век для вегетарианцев. Ну, тут подешевле, конечно. В основном 10 долларов где-то цена. И бириани. Вот, наверное, мы одну бириани точно возьмем попробовать. А дальше еще что-то новенькое надо взять. О, бириани. Это вкуснейший рис с чем-то. Или с креветками, или с курочкой, или с барашком. Ну, на бириани цена нормальная так. Опять-таки, повторяюсь, это ресторан. Очень крутой ресторан в городе Ильяне, в Бавадимоле. Поэтому здесь, конечно же, цены дороже, чем в кафешечке. Лепешечки. Рис простой. И десертики есть. Ну, не знаю, даже индийский десерт. Прикольно. Холодные напитки уже пошли. Телефон наводись. Прекрочай шутить. Ага, ну вот и все. Вот какие-то индийские напитки с дымком. Масала чай. Масала чай. О, вообще, надо будет, наверное, взять его. Ну, сейчас делаем заказ, потом мы все закажем, покажем, расскажем. Очень комфортно, уютно. За стеной громко говорит какая-то семья местная. И вот Наташа тоже выбирает. О, цельки гомящие. Принесли очень интересное. Папайя вместе с манго? Да. Это такой презент от заведения. Представляете? Холодненькая. Сейчас я вам покажу просто вид. Но если мы поставим так, то будет темно. Смотрите, какой у нас вид просто. Темновато. Да, темновато. Сейчас возвращаюсь. Ставлю. Ну, вот такой интересный презент. Уже презент. И в два раза перестал шипеть. О, сойдет. Сойдет. Все, салфеточки там положили все. Давай попробуем. Да, давай. Как мы это. Это же не алкоголь. Вы поняли, не алкоголь. Это манговый шобби. Минт, мята. Ваше здоровье. Ваши здоровье. Дорогие подписчики. Это мясо, по-моему, имбий. Ммм. Еще огурец, по-моему, какой вкус приятненько. Вкус таких свежих овощей. Не, это мята. Мята огурецка кусочка, что приятно. Что-то приятное. Еще лепешечки, например, естественно. Индийский обожаем. Это ротинь. Я не знаю, как это называется. Ну, и не пара, пока еще пара. Мы показали отдельно. Приятно, приятно. Ждем вас на моей еды. Еще все это салфеточки мокрые. Наташа уже принесли ее си-фуд-суп. То есть суп с морскими продуктами, с морскими гадами. Смотрите, что здесь есть. Рыбка. Креветка. Креветка, лимончик какой-то. Не, не, это как. Я не знаю, что это. Вермишель может. Вермишель такая. Давай, пробуй. Стоят лепешечки. Соусик. Кальмар. Кальмарчик. Ну, вообще, как суп вкусный. Да. Стоят, я же звучу в комментарии, да, лепешечки. Вот соус мокается и очень все по-индийски. Очень устанинка, очень круто. Наташа уже с супом справилась и суп потрясный. Глазный суп. Сейчас забивает аппетит себе лепешечками с таким соусом. Покажем. Соус. Это острый, а зеленый мега-острый. Просто мега-острый соус. Зеленый мега-острый. Чуть-чуть. Мега-острый. Чуть-чуть хватит. Жду основных блюд. Ну, вот, потому что. Чтоб видно было. Блюдо тоже очень красивое. Сами по себе. Нам спросили у нас, может, вам нужно лифтогол, одноразовая посуда. Или мне нет, все нормально. Смотрите, кто пишет в комментах, вилки нормальные, не пластмассовые сегодня, потому что мы в ресторане. Тут даже на жире не видели. На жире не есть. Что мы ждем? Затаив дыхание. Как оно? А я не затаив. Мне интересно, чтобы в кафешке было в нашей очень вкусно. То есть сейчас просто битва о кафешке против ресторана. Один плюс точно в кафешке дешевле. Так что ждем. Вот и принесли нам нашу еду. Бириани, палак панир, соус и импарад. И импарада. Спасибо, вкусненькая. Вкусненькая аппарата. Смотрите, это тополак панир делается из шпината и сыра. Очень вкусное блюдо. Будем сейчас пробовать вам показывать. А это все шпинат. А это, конечно же, бириани. Мы знаем, что это уже. Это рис и кусочки мяса. Ну, когда ли мясо, лэмп, ягненка мы заказали. Соус принесли. Сейчас уже настроим камеру, поставим, будем пробовать и вам рассказывать. Ну что, сменили мы снова место нашей дислокации, поскольку там тоже было шумно и какие-то тени мелькали. Так что с микрофоном буду сидеть я, Наташу буду озвучивать, чтобы хоть как-то вы наш мукбанк увидели. Эта штучка, Наташа говорит, уже очень вкусная. Очень. Что она такое не пробовала. Даже в Индии. Хотя Наташа была в Индии два раза. И поверьте, мы там покушали. Очень вкусный балак, панир вообще. Говорит, что очень вкусный. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу. Разрезала на кусочек. Такой белый это сырок. В шпинате. Мягчающий сыр. Я такой же такой тоже не пробовала. И запечён как вкусно. Да, и запечён как-то. Ну да. Обычно мы всегда с собой забирали, потому что, ну... Да, обычно мы с тобой же много порций забираем, то, что после нас остаётся. Вы же видели уже в нашем видео индийской кафешке. Но здесь, думаю, ничего не останется, потому что очень вкусно. Ну и плюс мы взяли одну биряне, один палак панир. Это не две биряне. Думаю, что останется. Да, да. Да, вот. Наташа мне накладывает биряне. Ну, это класс. Посмотрите, это вот. Если когда-нибудь будете в Индии, дай бог. Или в индийской кафешке, попробуйте палак панир. Не пожалеете. Вегетарианское блюдо. Да. Вегетарианское блюдо это. Сыр. Шпинате. Дико вкусно. Ну, знаете, рис вообще-то. Это вот тоже очень вкусная еда. Они здесь его умеют готовить. Я покажу на ложечке просто. Посмотрите, цвет риса. Есть белый, желтый, оранжевый. Как они так умудряются? Красота просто дикая. Да, приблизь. Даже вам сейчас приблизит. Мальчик спросил вам, острый или не острый. Говорю, нам не острый, но ты же все равно сделаешь острым. Он говорит, я понял, понял, вот острый. Кусочек мяса я покажу. Без косточки. Скажи. Тут по два-три хороших кусочка мяса для человека. Лепешки. Ну, лепешки сейчас вам покажу. Лепешки мы взяли с баттер, чтобы на масле было приготовлено. Пожирнее, но вкуснее. Это знаете, как такой лучший десерт. Йогурт, да, буду. Сейчас покажу вам Наташу. Из-за того, что мы такую комнату красивую выбрали, чтобы водопад свистит просто, ну, вам ничего слышно не будет. Так что у нас сегодня такой мукбанг в индийском ресторане. Я хочу попробовать мое впечатление. Буду вам, Наташа, на впечатление говорить, попробую даже микрофон ближе подвинуть. Я не знаю, как они так умеют готовить рис, но это просто топчик. Мне кажется, они не умеют плохо готовить. Это действительно, это так вкусно. Но это правда. Индийская еда на самом деле очень вкусная. Я не знаю, мне кажется, у каждой национальности есть вкусная еда. Наташа кричит, что мяско вкусное. О, подождите, я даже без ножа распилила мясо там. Сейчас его обтуршу чуть-чуть, покажу. Ягненок очень мягкий. Просто без ножа его разрезала. Остро? А я же просила, не надо. Да, немножко остро. Но для меня это... Сейчас спрашивают, вам острый или нормальный? Говорю, да, конечно. Когда это вы, ребята, в нормальный не клали острый? Вкусно-вкусно. Вкусно-вкусно. Спасибо, Господи. Здесь. Ну. Захотели теперь зайти в ресторан. А если сравнить вот до биряни и это, мне кажется... Ну, биряни классные. И было и в кафешке, и вот в этом ресторане. Я же говорю, они не умеют испортить это. Это настолько вкусно. Индусы отлично готовят биряни, они, ну, я не знаю, индийцы. Индусы – это вера. А, индусы – это вера, сори, индийцы. Вот. Не индейцы, конечно, индейцы в Америке живут. Индийцы. Очень вкусно готовят биряни и... Да, невкусного биряни у индийцев мы не пробовали. А палак паниру мы в шоке, честно. Вот бьет Индию сейчас, да? Мы в Индии много ели. Наши первые Индии, когда объехали, и Тадж-Махал, и Раджастан, штат, и Нью-Дели, ели, нога ели, в Хампе ели. Здесь вкуснее. Ну, здесь, ладно, не будем говорить, здесь все ребята индийцы работают. И повара, естественно, официанты, так что... Я думала, это лук, а это имбирь. А, это имбирь еще. Наташа говорит, что думала, что лук добавлен в палак паниру, но это имбирь добавлен. Тонко порезан. Да, тонко порезан, классно, все очень вкусно. Вкусно. А давай же по-разному. Давай. Я держу микрофон, Наташа лепешку попробует. Но лепешка, она же разрывается. Посмотрите, как оно. Это просто вкуснятина. Интересно, что было бы, если он положил бы острое, как он думает. Я бы, наверное, померла бы здесь, прошу прощения. Но попозже сейчас я пока... Ну, она, правда, тоже не может быть невкусной. Супер, да? Вот с чаем такие лепешечки в Индии за завтраком просто... Сказка. Это сказка. Очень хотим вернуться в это время. Уже начали снимать YouTube-канал. Да, уже показали бы вам вообще всю круть Индии. Но покажем еще не только Эмираты. Обязательно покажем другие страны. Дай Бог только, чтобы все открылось. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, вернемся, покажем, мы все поели или нет. Чистые тарелки. Ну что, мои хорошие, можно так показать, что, в принципе, мы со всем справились. Наташа доедает, смеется. Вкусно было просто до невозможности. Этот палак-панир действительно лучше, чем дели, чем нога. А, мы пробовали. Позвали официанта, поблагодарили. И он сказал, да, повар из Индии. Ради него можно ездить и кушать. Наташа говорит, ради него можно ездить и кушать. Вот опять на мне микрофончик, потому что сзади вон компания сидит. Громко кричит, дает официанта, хлопает в ладоши, смеется. Ну, у нас же дети там сидят, не знаю. Поэтому я с микрофончиком. Ты же покажи, что пустое. Да, пустое. Это металлическая, пустая такая кастрюлька, что ли, небольшая. Это тоже металлическая, кстати. Тяжелая. Очень тяжелая. Продается такая посуда. Не дешевая посуда. Да, в общем, не дешевая посуда. Продается. И, ну, я думаю, что где-то вот в Баладе Моле тоже пару магазинов с ней есть, да? Нет, в Каррифории. Она в Каррифории. Вот. Но вот такая будет стоить 80 дирхам, где здесь не больше. Ну, если вы не слышите, Наташа говорит, что 80 дирхам она будет стоить. Такая посуда, это прилично. Это где-то долларов 20-25. Вот так что ждем сейчас наш масала-чай. Вот, а так все поели. Ну, вообще вкуснятина, ничего даже не возьмешь с собой. Вот такая прелесть. Вот я вышла из-за столика. Хочу вам показать ресторанчик вот. Когда он из... Вот Баладе Мол. Золотые его магазины. И вот ресторанчик сам. А мы сидим внутри. А это, видите, второй ресторанчик еще есть. Вот такое прикольное вот, как не знаю, созвездие кафешек. Сейчас пойдем в туалет, пройдемся. Ну, вот он, в принципе, Корианга, ресторан. Вот вход туда. Вот, и мы выбрали, чтобы посидеть с водопадиком, красиво вам все снять. Но, видите, пришлось микрофончик цеплять, потому что сильно шумел фонарики. Думаю, это бутафорские, не думаю, что они светятся. Сейчас пойдем в туалет. Посмотрим, что там. Ну, туалет обычный, на несколько ресторанчиков. Такие кабиночки. Одна работает, одна нет, как обычно, из-за коронавируса. Все прикольно. Вон, человек сидит, работает. Все классно. В общем, радует всегда, как всегда. Бесплатные салфетки, мыло. Все работает, все есть. Выход из туалета радует. Просто красивенный. Вот как сделали. Прямо внутри, в моле, в пустыне, в Арабских Эмиратах. Класс. Вот возвращаюсь в наш ресторанчик уже. Это, похоже, нам несут чаек. Шумная компания уже ушла. Привет. Привет. Это масала, с маслом, с сахаром, сахаром. И сахаром, сахаром, сахаром. Класс. Это масла. Хорошо. Хорошо. Ага. Это нормальная масала. Мы один тип масала. Мы это добавляем, а потом мы в молчим. А, это масла, да. Но кладек есть лучше, чем кладек. Кладек. Они еще более кладек. Молчатые. И, по-моему, цветы, немного разочные. более долго. Лимон, цинамон, корица и долго-долговарится. И цвет отличается. Здесь цвет более насыщенный. Но мне всегда нравился масала чай больше, если честно, чем карак. Карак такой сладенький, так скажем, разбавленный. А вот мы тут решили сладости заказать. Эти вот шарики глабджамун называют. Глабджамун, да. И вот этот вот, на чем сидит, это бисквитик такой. Нам сказали, это самая знаменитая индийская сладость. Вот мы с чайком. Сейчас Наташа будет пробовать, а я буду ее снимать. Ну что, глабджамун, как он сказал, роузберри, по-моему. Такое ощущение, что это шарики, тесто, как жареное. Это так хорошо. Это пропитанное, ну такое впечатление сиропом, либо сахарным, либо медовым. Внутри фисташковое немножко. И это неприторно-сладкое, очень спокойная сладость, очень вкусненько. Вы знаете, как после всегда в индийской еде, после, много-много, когда поел, нужно поесть после этого сладенькое. Чтобы печень успокоилась, или, ну, я не знаю, как правильно, но для печени хорошо сладенькое. И вот эта еда вообще, глабджамун, да, вообще замечательная. Очень приятный десерт. Пожалуйста. Классно. Ну, как вам видео понравилось? Это и есть вкуснейшая индийская еда. Пейте чайок масала, кушайте вкусно, подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok